Меня зовут Дмитрий Щеглов, это о чем говорят, мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили предложение губернатора о том, что в 2024 году в Югре муниципальная собственность может сдаваться бизнесу за 1 рубль в том случае, если там выполнены какие-то критерии и этому помещению требуется ремонт. Так что посмотрите, если интересно, в частности о том, как это может повлиять на судьбу Дома пионеров в Сургуте и других наших зданий, так что тема любопытная. Сейчас поговорим про еще один аспект, который был затронут в ходе обращения губернатора Югры. Наталья Комарова в своем инвестпослании, в своем обращении упомянула о том, что президент поручил проработать так называемую Северо-Сибирскую железную дорогу. Это железная дорога, которая должна стать в сущности дублером Транссиба, только немножко севернее. И там очень хорошо это все дело ложится именно на территорию Югры. То есть это от Сургута, то есть нужно сначала подвести ветку к Сургуту параллельно тому, что идет по югу. Потом и от Сургута ее продолжать в сторону Томской области, через Нижневартовск, Стрижевой и далее, далее, далее. В принципе это может означать шанс подключения железной дороги к Хантамансийску. Это давняя такая история и многие удивляются, что столица региона в России не имеет железной дороги. Вот может быть будет иметь. Наталья Комарова поручила до конца января департаменту транспорта Югры проработать предложение, как это все будет должно выглядеть, как оно может строиться, где оно может строиться в Хантамансийском округе и отправить их в федерацию для того, чтобы они там уже рассматривали. Кажется, до марта правительство России должно подумать на тему создания вот этого Севсиба. Все это так ложится в нашу повестку в том плане, что только на прошлой неделе мы обсуждали дорогу, автодорогу, которая соединит более прямым путем Екатеринбург и Хантамансийск, а также строительство логистического центра за 6 миллиардов рублей и на 5000 рабочих мест от Вайлдберрис в Сургутском районе. То есть вот такие вот логистические процессы, так сказать, кипят. Что по этому поводу думаешь, насколько велик шанс добиться строительства Севсиба в Югре и таким образом логистический потенциал округа дополнительно усилить? Шанс есть всегда? Вот. Даже шанс встретить динозавров есть 50 на 50, как говорится. Поэтому вот можно сказать, что мы полны оптимизма в этом вопросе. Проект, безусловно, прекрасен. Он просится, ну, с моей точки зрения, подобные проекты надо было декларировать 20 лет назад, и мы бы за это время уже имели вот эту мощнейшую логистическую инфраструктуру и транспортную инфраструктуру в виде северного трасси, трассиба, в виде как минимум еще одного или двух автобанов, связывающих восток страны с западом. Мы в одном из проектах об этом как раз очень много говорили, и обсуждая вот перспективу Югры как транспортного не тупика, вот в последнем мы как раз проекте говорим, как не транспортного тупика, а транзитного хама для транспорта практически всех видов, железнодорожного, водного, авиационного и автомобильного, а также трубопроводного. То, что игра является крупнейшим хабом по транзиту нефти и газа на запад страны, в Европу и сейчас уже восток. Спокойность другая, да, теперь нужно ввести в другую сторону, и как раз вот если бы 20 лет назад начали строить, то сейчас можно было бы и ввести в другую сторону спокойно. Ну, кстати говоря, значит, опубликованные данные о продаже российских нефтяных и газовых продуктов говорят о том, что именно в Западную Европу, в Европу в целом, в последний год Россия продала историческое количество на исторические суммы товаров, да, нефтегазовой промышленности. Так что, а в Китае, кстати, сократился объем поставок. Так что не все, как говорится, не так все однозначно. Значит, транссиль, северный транссиль, все прекрасно, все зашибись. Это очевидное решение, потому что одной южной железной дороги недостаточно, если мы говорим о том, что Россия, соединяющая два океана, два государства планеты, граничит, ну, не граничит, а омывается двумя океанами. Да, это Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. При этом, в отличие от... Требучий в Канаду, как минимум, подключил к этому делу. Ну, ладно, да. Хорошо, ладно, оговорка, уточнение принимается, но я дальше развивал свою мысль. Ну, а в отличие от Канады и США, Россия связана еще и континент, и при этом, да, части света. И у нее в этом плане, конечно, географически уникальные преимущества. И, собственно, есть наличие северного морского пути, которого у Канады нет, к слову сказать, да, потому что некуда возить по северному морскому пути над Канадой и грузами, вот. А у нас как раз есть из Европы в Азию и наоборот, так что и в ту же Америку. Так что тут большие транспортные смыслы, как бы, в самом географическом положении страны читаются. И сделать еще один мощнейший транспортный коридор там не через Иркутск, Читу, да, и там Тюмени далее на западную часть страны, а севернее на там почти тысячу километров. Я не знаю, видимо, имеется в виду там еще и Красноярск, вот как-то вот эти вот зоны, да, то и пройти через Югру, это означает придать просто, ну, невероятный импульс к развитию экономическому, человеческому, да, там, культурному, вот на всей этой территории. Собственно говоря, при реализации этого проекта мы можем говорить о том, что вот жизнь, полноценная жизнь, она, как бы, поднимается на север, там, до тысячи километров, и с учетом такого мягкого потепления, да, в Сибири, которое прогнозируют все географы, не глобальное потепление со своими катаклизмами, нет, ну, как бы, понятно, то, что Земля имеет свое положение в Солнечной системе, а та, соответственно, во Вселенной, как бы, видимо, какие-то цыплы существуют. И если прогнозы географов о том, что зона Сибири станет там в ближайшие сто лет более комфортной для проживания, не с такими резкими климатическими скачками зима-лета, то, и она станет более сельскохозяйственной, в том числе, территорией, то почему бы не воспользоваться этим обстоятельством и заранее не подготовиться к нему. А строительство этого трассива, ну, это очевидное решение. Миллиарды раз многие инженеры, многие специалисты, там, дорожники те же, с которыми я там еще в 90-х годах разговаривал, удивлялись, почему не строится сквозная, там, та же автомагистраль или железнодорожная ветка из Томской области, а читай, из Новосибирской области до Ханты-Мансийска, да, почему она заканчивается с Оргутом, там, ну, немножечко уходит на север, почему она идет дальше, через север Свердловской области и вот через уже северную часть Европейской России на... На запад. Значит, инженеры видят в этом смысл, и, скорее всего, своим инженерным умом они примерно понимают, сколько бы это стоило. Да, это проект, проект века, но он сопоставлен, там, со строительством БАМа, в котором, кстати, смеялись советские годы, да, считали стройкой в никуда, но это проект, который Россия с ее доходами вполне может потянуть, и просто реализовав этот проект, она улучшает самое себя, да, это очередная вещь. Конечно, было бы плохо, если это все остается лишь декларацией, да, такой громкой, накануне, там, видимо, президентских выборов президент об этом заявил, ну, опять же, в Югре же построили, строят второй мост через район Сургута, а до этого построили большой мост в районе Иртыша, возле Хантамоисийска, строится НТЦ, очень бюджетно-емкий проект, какие-то, как-никак строится, железная дорога, там, и Тюмень до Сургута, вторая ветка, значит, декларации имеют шанс на какую-то реализацию. Посмотрим. Вот. Что даст нам всем, это понятно, это не только более объемное перемещение грузов, всевозможное, да, это связано, это уже стройка, это продукты питания, это мебель, это товары, которые шли долго и дорого, теперь будут доходить быстрее, но самое главное, это перемещение людей, это физическая мобильность людей, которые могут выбирать пути свои внутренние, внутриорегиональные, там, да, или внутри страны миграции, и выбирать место работы, место учебы, место жительства личное, место жительства своих родителей, и тут, как бы, вот, нету ни одного минуса. Попадание Ханты-Моисийска в эту ветку тоже связано только с плюсами. Раньше не строили в советские годы, потому что Ханты-Моисийск был 20-тысячным городом, и считалось, что регионального аэропорта и в летнее время водного транспорта достаточно для обслуживания такого населения. Более того, до совсем еще недавнего времени кулуарной дискуссии о том, чтобы столицу перенести из Ханты-Моисийска в Сургут, а может быть и в Тюмень, при объединении Тюменской области в единый административный объект, шли там полным входом, и в этом плане, да, вот на этом фоне, но разумно было не инвестировать серьезные деньги в Ханты-Моисийск. Но история поверлась по-другому. Ханты-Моисийск стал крупным просто городом полноценным, и сегодня он явно оторван от большой земли, потому что вот эта вот одна двухполосная дорога, которая в него ведет, но и аэропорт при всех там инвестициях в него, это не то, что должен иметь город столичного статуса, да, столичного регионального статуса. Так что надо ждать, надо посмотреть, как говорится, и, ну, держать пальцы. Проект очень хороший, дающий рабочие места, дающий развитие каждому региону и каждому городу, который в нем будет задействован. Причем развитие это не слабее, не слабее, чем, например, комсомольские стройки 50 лет назад, в результате которых возник нефтяной север, да, в центре нефтедобычи построены сургутские ГРЭС и множество других объектов на севере, которые сегодня создают национальный валовый продукт государства. Так это? Да, ну что ж, ладно, будем смотреть. Если это продолжится, если какое-то движение в этом направлении будет идти, то мы это точно узнаем и точно это обсудим. Подписывайтесь на нас в YouTube, в Telegram, читайте нас на seapress.ru и до новых встреч, через неделю снова увидимся. До свидания.